Мы никогда не просчитываем Как писать и о чем писать? Мы стараемся писать то, что чувствуем Поэтому пять лет назад были песни такие, и пять лет спустя они совершенно другие, как кто-то мог заметить То есть иногда непонятно, мы пишем песни или песни пишут нас У нас часто спрашивают, как все началось, почему именно такая тематика Ответить очень сложно За все эти годы пытаешься снова и снова ответить на этот вопрос Наверное, началось все с сильнейшей эмоции Друг у друга, у знакомой, у подруги умер от алкоголя, от наркотиков У кого-то кто-то разбился на машине от этого И вдруг ты понимаешь, что это систематически происходит Не стихийно, не просто так Все на это направлено, целый механизм, целая машина работает Понимаешь, что пропаганда очень сильная в употреблении наркотиков, алкоголя Образа жизни разбудного, развратного Огромное количество смертей Как в военное время практически Непонятно совершенно с чего Просто так И так как это происходит рядом с тобой, в твоей жизни Со всем рядом и друзья, и знакомые Попадают под это Эмоция очень сильная Начинает прямо сжечь Наверное так и началось это все Именно с таких ощущений, с таких эмоций Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие наши друзья! Поздравляем вас с Евгением от чистого сердца! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот отсюда все началось, это город Омск, западная Сибирь, здесь мы родились, выросли, и вот что в итоге мы имеем за пять лет творческой деятельности. Можно пройтись по самым крайним точкам. Самый северный город, где мы были, это Мурманск, самый западный город это Львов, западная Украина, самый южный город это Владивосток, самый восточный город это Магадан. Магадан. Вот везде, вот в этом диапазоне, везде одинаково тепло, одинаково горячо встречали люди, везде ждали. Вообще, если здесь посмотреть, между флажками есть еще много больших и маленьких городов, где мы еще не были и где планируем побывать. Вообще географию хотим расширять. Хочется побывать в каждом уголке нашей большой страны и не только нашей. Вот, например, весной грядущей у нас будет тур по Дальнему Востоку, там уже будут новые города, где мы еще не были, это Южно-Сахалинск, Петропавловск, Камчатске, Комсомольск на Амуре. Итак, что касается тру, что касается такого понятия, как трушечка, для тех, кто не в курсе, в переводе с русско-рэперского, тру буквально означает правдивость, настоящесть рэперов. Что касается трушечки, мы, наверное, одни из самых трушных рэперов, потому что на протяжении практически всей своей карьеры мы пишемся буквально за шкафом. То есть этот оборот за шкафом, он не раздутый, не выдуманный, он совершенно четкий, буквальный. То есть вот этот шкаф уже третий в нашей карьере, потому что мы меняем уже третью съемную квартиру. И то, что представлено здесь, это уже для нас очень серьезная модернизация и инновация, потому что здесь уже присутствует поролон, здесь уже присутствует некая форма подобия будки. А в остальном, в остальных квартирах это выглядело как просто шкаф. Первый, по-моему, шкафа не было, шкаф был в отдалении и писались в самом центре комнаты. И только крайний релиз на связи мы позволили себе записать на студии. Поэтому всем, кто посчитал наш миллион в интернете, пламенный привет. И всем рекорам оставаться дружными и настоящими. Что такое здоровый национализм и когда заканчивается вот его грань? Ну вот здесь тоже уже игры терминов идут, сколько мы в этой области вращаемся, постоянно сталкиваемся с десятками определений этого национализма и из-за них, кстати, очень серьезно ссорятся все. Поэтому я вот и спрашиваю, что эта тема для вас знакома и вы знаете ответ. То определение, которое мы, может быть, для себя взяли, кто-то с нами радикально не согласится. А какое у вас определение? Ну здоровый национализм, я думаю, что это не что иное, как любовь к своей стране. Ничего в этом, наверное, подобного нет. А почему тогда вы говорите, что кто-то радикально с вами не согласен? По-моему, все очевидно, вот если вот от такого определения. Потому что кто-то очень боится этого слова, кто-то очень пугается, кто-то не увидит. Где национализм, там нацизм и так далее. И очень много споров по этому поводу. Ну грань есть такая, что можно любить свою страну. Можно любить свою страну и при этом считать ее самой лучшей, ненавидеть все остальные и так далее. Вот в этом, наверное, заключается грань. То есть нужно любить свою семью, любить своих родителей. И это не значит, что другие родители плохие, чем-то хуже, чем-то это просто родители других людей. Я пишу тогда, когда я спокоен. Когда внешний мир вокруг меня я наладил. Вокруг себя, обстановку, ситуацию. И я спокоен. Тогда я пишу. Это какой-то, знаешь, момент высшего счастья. То есть когда я знаю, что я не буду привлекаться ни на что. И внешние какие-то факторы меня тоже не будут касаться в какое-то определенное время. Я могу спокойно, допустим, неделю писать. Вот у меня так. Всенить раз. Пwives. Замичные advocacy. Мне кажется пустым... Расзамен. Расзамен опури. АААААААААААААААА. Хотите, что в США был на пути, Киони и не божди. Не нам sabia слова я всегда. Всем disposable. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы в смерти обвиняли пулю, не внимая вспышек дальних Но жизнь заставила смотреть на вещи детальней Теория разрушилась и сгорела до тла Когда стало ясно нам, что пуля летит из ствола Мы изучали ствол, изменяя взгляды и призмы Единогласно заключили, что он часть механизма Тогда дело перешло к продуманным и смелым Чтобы начинать рассматривать весь механизм в целом Изучали части, разные пружины, сплавы Обнаружили прицел и предохранитель справа Мы замолчали все, остановив научный танец Когда стало ясно, что курок здесь заточен под палец Значит все эти смерти не ошибка и не сбой Ведь пуля вылетала, когда некто жал спусковой Пули всему виной, как сверху говорили в детстве Чтобы, проходя мимо причин, вечно тушить последствия Каждый концерт группы Грот Это не просто пересказ песен, которых они записали Это все время какое-то представление Где ребята пытаются и между своими песнями Что-то донести, что-то рассказать Что-то вложить в умы тех, кто их слушает Со стеклами у нас была небольшая проблема Их практически не было Они были заклеены изолентой Зима, холодно И я вот прекрасно помню, что я просыпаюсь И вижу, как Виталий делает минус У него ноги находятся в тазике с горячей водой И происходит изготовление минуса И вот эта песня как раз пропитана этим духом И очень теплая, и сердечная для нас Дорогу к дому нашему пусть умереть, но сохранить Молодцы, молодцы, молодцы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Когда я начинаю анализировать наше же творчество То одно из основных слов, которое приходит ассоциативно сразу Слово путь Поздравляем! 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 Я волнуюсь, в общем, Легран На самом деле спасибо за все, что вы делаете За ваше творчество Кто-то может сказать, что творчество Совершенно не влияет на человека никаким образом Мы это постоянно слышим, очень много слышим Что у человека влияет воспитание Своя голова на плечах Вот эти все фразы Никакое творчество, никакие книги Ничего на человека повлиять не может Но есть и обратная совершенно точка зрения И мы считаем, что все-таки творчество Это пища для души Пища для сердца, духовное, информационное и так далее У нас одна из основных задач, основных целей Это быть полезными Это как-то влиять на окружающую среду Мы прекрасно понимаем и знаем на своем собственном примере Что человека формирует окружающая среда То есть этого нельзя отрицать И мы в определенный момент пришли к такому Что, значит, есть люди, которые могут формировать среду Для того, чтобы она формировала нормального человека И мы хотим, возможно, для кого-то стать частью среды Которая будет его формировать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что меня действительно поражает и ошеломляет Смотришь на Байкал Он похож на обычное море Море как море Ничего удивительного Но когда осознаешь, что ты можешь к нему подойти Зачерпнуть ладонями воду И выпить ее Что это чистейшая вода И в таких количествах Ну это просто чудо из чудес Нет слов Есть такая штука удивительная Мы приезжаем сюда уже четвертый раз И ничего не меняется Это в размере пяти лет Но Байкалу По разным версиям До тридцати пяти миллионов лет То есть здесь все было В таком виде, как сейчас есть Миллион, два, три миллиона лет назад И наверное, скорее всего Будет в таком виде И через сотню лет после нашей смерти Через двести лет после нашей смерти И вот пробирает вот это вот величие И осознание того Насколько мы ничтожно малы На контрасте всего этого Чай принесли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, мы представляем группу Брод С пятилетним юбилеем Рады приветствовать их на Красноярской земле Пусть продолжают в том же духе Спертов, удачи, больше концертов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы вот куда ни приезжаем, общаемся с местными, со знакомыми, со знакомыми, со знакомыми, с организаторами. Они нам показывают красоты своих, своего города, окрестностей города. И постоянно, очень часто говорят, что, блин, мы вот тут живем, и никогда не обращали внимания, что здесь так красиво, что вот вы приехали, мы вам это показываем, и сами понимаем, насколько здесь красиво. Мы, когда приезжаем в такие места, у нас всегда все наполняется, мы переполняемся этими красотами. И то есть вывод здесь такой есть, что получается, что все, что в дефиците, то всегда хорошо и круто. Когда это всего лишь 4 дня в году получается вот так вырваться, то тогда ты видишь как бы истинную красоту этого всего. Так вот я к чему это говорю? Все. Нам говорят, что песен мы мало пишем, в дефиците, что у нас песни. Мы еще меньше писать их будем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо! 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 Вечно! Спасибо! 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 бутылку выброшенную на улице это проблема того кто ее выбросил или проблема того кто ее не поднял проходя мимо здесь естественный ответ это общая проблема когда ты причисляешь себя к этой проблеме что она моя и что я частично виноват в этом виноват в том что валяется вот эта бутылка неважно как это получилось кто и почему выкинул то и почему не поднял проблема у нас общая решать нам нужно их вместе и и и и и и и Всегда одинаково сильные впечатления, когда в Волгограде находимся. Этот город по-особенному значим. Мы вот приехали буквально вчера с Байкала, сидя в домике на Байкале. Мы нашли газетку, там было интервью у француза, который жил отшельником полгода на севере Байкала и писал книгу. И он в этой книге отзывался о русских. И была такая фраза у него, русский народ, которые могут проявлять нечеловеческие усилия в борьбе со своим врагом и при этом не могут напречься, чтобы вынести мусор. Запала в душу фраза эта, что-то в ней есть однозначно. Я считаю, что гордиться это одно, но прежде всего нужно соответствовать. Нужно показывать своими жизнями и качеством своей жизни, что не так давно столько народу погибли на этой земле не зря. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дimitry Не раз замечали у себя один очень интересный момент, подчеркивали. Например, мы собираемся куда-то в дорогу, либо после концерта выходим и нам ехать в другой город на другой концерт И вот мы идем, бурно, жарко что-то обсуждаем, что-то рассказываем друг другу, говорим И как только мы оказываемся в машине, в поезде, не суть И как только мы трогаемся, как только картинка за окном, лента начинает вот это вот мелькать Все моментально замолкают Это как вот по сигналу, по щелчку Все замолчали и почему-то ушли в себя И так как это повторялось очень-очень много раз, так как это стало уже закономерностью Я очень крепко задумался об этом Мне почему-то кажется, что это где-то глубоко в нашем менталитете как будто прописалось Страна у нас бескрайняя, огромная И поэтому дорога часто означала какую-то очень серьезную перемену в жизни Либо это переезд, либо это, как говорится, поиски счастья Либо это какая-то ссылка, либо дорога на фронт Поэтому дорога для человека, в частности для русского человека, для нашего менталитета Это что-то очень символичное Что-то, может быть, даже сакральное Что-то очень глубинное и душевное Когда на улице минус, ветер со снегом мерзкий Когда вроде бы готов идти, но оказалось, что не с кем Когда внутри потух огонь и все дела не в милости А вокруг успешный мир всех тех, у кого полегчилось Когда дорога не в прикол и колеса завязли Когда все твое нутро кричит о том, что ты несчастлив Когда нашел свои следы, ведь по кругу ходил Когда планета велика, но ты здесь будто бы один Когда мечтания не сбылись, а ты не ожидал ведь этого А когда готов кричать о том, что вселенная предала Тогда тебе где-то завидуют с дивана сладко Без восхождений своих, давно заплывши от достатка Давно забывши, как с азартом свою крепость строить Потирающие колени, что уже болят от застоя Давно за финишной, поймавши унылый мотив И так мечтающий попасть в самое начало пути Пусть даже по сотни причин Свой приемник ты не включил Ведь в него издушно кричит Рвется наружу Каждую из этих минут Тебя навсюду забудут Норманной артерии жгут Всегда будешь нужен Страх смерти Его никуда не денешь Он заложен от рождения в человеке И всегда остается То есть Мы всегда испытываем ужас дикий Когда думаем о смерти Когда вот бывает так Едешь где-нибудь в поезде Смотришь в окно и задумаешься Вот если я умру сейчас Или через пять минут умру И вот меня не станет больше Все продолжится так как было Будет страна, люди, войны История творится будет Только меня не будет больше И в эти моменты Творчество является своего рода Как таблеткой Нам же Мы всегда говорили, что творчество как лекарство И здесь оно является таблеткой Нам же самим От страха смерти Я в какой-то момент Четко почувствовал, что Чем больше песен написано Чем больше альбомов Вот этих вот Обложек На сайте В два ряда Уже лежит в сети Тем Дальше страх смерти Люди всегда как-то по-особенному Относились с тем Кто уже перенесся в другой мир Человек находится уже там А его голос звучит вот здесь Из этой аудиодорожки И в такие моменты Всегда чувствую, что Вот она та самая формула Которая позволяет Убирать страх смерти Которая позволяет делать так Что в глаза смерти Можно смотреть Очень смело И можно даже сказать отважно То, что ты понимаешь Что Вот это все Останется здесь Вот это все Останется здесь Останется здесь Субтитры создавал DimaTorzok